В четырех российских регионах ввели курортный сбор для туристов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Взимать сбор начнут с мая следующего года. Как отразиться на внутреннем туризме, это и где предпочитают отдыхать пермяки, об этом и многом другом. Мы сегодня поговорим с Данилом Поздеевым, исполнителем-директором Пермской туристической гильдии. Данил, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как я уже сказал, в экспериментальном режиме будет введен этот самый курортный сбор в Крыму, в Алтайском крае, также в Краснодарском и Ставропольском краях. На ваш взгляд, как вы считаете, повлияет ли это на отток туристов из этих регионов? Не думаю. Сама по себе сумма сбора незначительная. И даже если взять простые цифры, к примеру, на 10 дней, если едет человек отдыхать, то это будет всего лишь, ну в среднем там названа цифра 30 до 50. 30-50, да. 50-50, даже пусть будет 50, 500 рублей. При стоимости путевки, даже в случае, если он покупает тур у туроператора, это порядка 30 тысяч рублей, это будет всего лишь на 500 рублей дороже. Никоим образом не отразится на мотиве, на решении покупать сюда тур или нет. Но тем не менее, пока вызывает все-таки обеспокоенность у многих, потому что многие едут с семьями, это не один, два, а может быть там 4-5 человек с детьми. Все так, но удельно процент небольшой. И в принципе, решение поехать на российский курорт, как правило, принимается не на основании материального мотива. По крайней мере, в таком количестве. То есть 30 или 31 на человека, разница небольшая. Хорошо, Данил, а как вы думаете, вот могут операторы взять на себя это? Кто там? Ну, скажем, как стоимость тура входит, например. Чисто технологически боюсь, что это затруднительно. Ну и туроператоры, наоборот, они стараются с себя все снять, потому что у них и так очень небольшая маржа. И они стараются максимально очистить свой продукт от дополнительных услуг, чтобы туристы тем, кому это необходимо, платили. Плюс, опять же, надо не забывать, что курортный сбор будет оплачиваться в средствах размещения. Причем только в официальных средствах размещения, потому что другие отследить-то сложно. Ты приехал с палаткой, условно говоря, с тебя уже не будет? С палаткой, частный сектор. Кто возьмет сбор? Никто не возьмет. То есть с бумажкой никто ходить, грубо говоря, не будет? Мы, опять же, понимаем, что количество официальных гостиниц, мест в официальных гостиницах составляет не такой значительный процент от общего размещения на российских курортах. Поэтому, я думаю, что не сильно затронет это. Хорошо. Ну, вот я хотел спросить у вас, может быть, по опыту. Вообще на Западе существует такая практика брать со своих граждан курортный сбор? Скажем, поехал француз из Парижа в Канн отдыхать, и ему говорят, ну, предприятель, 10 евро с тебя. Безусловно. То есть это общемировая практика? Это общемировая практика, вполне сложившаяся. Но, тем не менее, уровень доходов у нас все-таки, наверное, поменьше, если так про уровень жизни говорить и так далее. Ну, тут все относительно. Мы можем уйти в какие-то сравнительные анализы. По своему опыту я знаю, что курортный сбор от 1 до 3 евро колеблется в Европе. То есть то, что я лично платил. То есть это по нынешнему курсу от 60 до 200 рублей. Хорошо. Ну, вот с учетом падения реальных доходов граждан, которые были озвучены неоднократно во многих СМИ, как вы считаете, все-таки какие направления будут востребованы у россиян в ближайшее время, ну, если говорим про это лето? Ну, тут не то чтобы будут, они уже востребованы. Есть статистика, я всегда стараюсь пользоваться официальной статистикой, например, статистика Пермского аэропорта. И, несмотря на озвученное падение, идет несомненный рост вылетов из Перми, как по зарубежному направлению, так и по внутреннему. И, на мой взгляд, в первую очередь это связано с отложенным спросом, со сложившимся ожиданием отдыха. В прошлом году была сложная ситуация, был закрыт Египет, была закрыта Турция, вообще на рынке туризма в целом был такой некий, ну, если не хаос, то сложная очень ситуация. И это передавалось в том числе на самих туристов, на клиентуры. И поэтому большинство людей в том числе приняли решение отложить свой отпуск, отложить свой отдых, сэкономить деньги, чуть-чуть кризис, зажаться. Сейчас эта волна просто откатывается обратно. И мы видим, что уже сейчас, допустим, если за первую половину 2016 года из аэропорта по зарубежным направлениям вылетело 34 тысячи человек, то в этом году уже 78. Ну, все-таки с открытием направлений связано, да? Безусловно. Безусловно. И, тем не менее, множество туристов, которые посетили Юг в этом году, жалуются на достаточно большие цены. То есть наш отдых, по большому счету, и не дешевый. Ну, тут есть две основные причины. Самое главное, на мой взгляд, это экономическое. Не надо забывать, что в Турции сезон начинается 15 апреля, край 1 мая заканчивается в конце ноября. На российском веке, дай бог, он начнется в начале июня, да? И заканчивается в середине, ну, в конце сентября. Сезон, короче, в два раза. Это экономически ставит сразу же сильные палки в колеса нашему гостиничному сервису. И не надо забывать о том, что у нас нужно все это время, весь сезон, поддерживать имущество в хорошем состоянии, платить зарплату ключевым сотрудникам. Про помидоры пресловутые. Они в Турции дешевле в три раза, чем у нас. Соответственно, тоже приходится больше платить. Все это, естественно, делает выше. Это закладывается в цену. Конкурентные законы у нас работают. И если бы им было выгодно это делать, они бы это делали. Хороший же пример. И мерекинская низменность, где отели работают, по сути, круглогодично. Те, которые поняли, что нужно делать зимой, точнее, летом они работают на пляж, зимой они работают с трансферами на Красную Поляну, на горлолыжный отдых. В межсезонье это оздоровительный отдых. У них хорошая загрузка весь сезон. Следовательно, видно, что у них ниже цены. Видно, как они развиваются. Прекрасный пример. Хорошо. Ну, я так понял, что по вашим прогнозам, тот самый курортный сбор, который будет в следующем году с мая, особо хлопот не доставит. И граждане по-прежнему будут ездить. Я не думаю. Возможно, он вызовет какие-то шумовые эффекты, причем вызванные, скажем так, единичными какими-то случаями. Но чтобы как-то был отток массовый. Просто некоторые говорили о том, что допустимый сбор до 100 рублей может дойти. 30-50 это, условно говоря, коридор. Я уже сказал, 30 тысяч будет стоить поездки или 31. Если будет стоить 30 или 40, разница есть. А 30 и 31, на мой взгляд, это не будет являться порогом принятия решения. Хорошо. Вы очень хорошо верите в наших граждан. Будем надеяться, что они и сами адекватно оценят все затраты, которые лягут на их плечи. Потому что, как вы уже сказали, прежде всего это ляжет на их плечи. Будем надеяться, что и наше направление будет развиваться, в том числе и с учетом вот этих всех курортных сборов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году. Безусловно. Вставлю еще 5 копеек. В этом году наши курорты, вылеты на наши курорты, несмотря на то, что Турция заняла больше половины продаж зарубежного направления. И, казалось бы, должна оттянуть туриста с русского юга в Турцию. Вылеты из аэропорта повысились в Сочи. И повысились значительно. Поэтому тенденции хорошие. Ну, то есть, в целом получается. Вы сказали, и за рубеж повысились, и все-таки в Сочи повысились. То есть, покупательная способность выросла. А реальные доходы упали. Это возвращается спрос. Люди понимают, что нужно отдыхать. Это как было в 2010 году, когда после очередного кризиса была волна отдыха. Людям необходим отдых. Необходим, обязательно. Спасибо, Данил, что пришли к нам. Пояснили эти важные вопросы по поводу курортного сбора. Приходите еще. Через некоторое время обсудим эту проблему вновь. Если она будет проблемой, конечно. Спасибо. Всего доброго.